всем привет вы не поверите пришлось полностью переписывать видео потому что вы все видели обложку к видео начал записывать и тут пошли такие новости что все тему пришлось просто перекрывать потому что я сейчас нахожусь в состоянии просто дикого гнева но все-таки давайте обо всем по порядку и кто захочет то что сейчас скажу очень подробно обсудить не забудьте пожалуйста что воскресенье в 20.00 по киевскому времени очередной прямой эфир очередной стрим я жду вас пожалуйста любые вопросы прямой эфир что может быть лучше итак сша нуланд заявили о том что готовы чуть ли не снять санкции с россии значительно ну как они формулируют значительно облегчить на самом деле я прекрасно понимаю что речь идет практически о полном снятии в случае если путин будет готов вывести войска из украины по сути закончить эту войну хотите мое мнение я это только приветствую мои постоянные зрители знают что я за плохой мир лучше чем за хорошую войну потому что моей философии жизни в моем видении новой украины есть самый главный пункт и постулат от которого отталкиваемся дальше это жизнь человека бесценна именно по такому принципу живут сша и например израиль великобритания все великие страны но самое главное не просто живут но и в боевых действиях если принимают участие то тоже только по такому принципу частности сша и израиль давайте будем говорить честно и откровенно вот зеленский заявил униан публиковала что он считает путину пустым местом никакие переговоры невозможны не с кем вести переговоры ну то есть фактически продолжает гнуть свою линию что надо воевать дальше путин делает ровно то же самое давайте ответим себе честно на вопрос у нас есть чем воевать нет у нас нечем воевать мы постоянно все просим у мира не только технику но и деньги потому что экономика уже вы понимаете в каком состоянии а нужно еще как-то жить теперь дальше я эту ситуацию свожу к очень простому предложению значит зеленский хочет воевать и путин хочет воевать но у зеленского нечем воевать а у путина есть и люди и вооружение но самое главное я сейчас не пытаюсь никого демотивировать я говорю оставьте эмоции эмоциями на войне и когда речь идет о судьбе государства не поможешь я сейчас говорю что нужно мыслить прагматично у нас нечем сделать то что всем так декларирует зеленский к большому сожалению конечно в который раз я повторяю зачем нам крым зачем нам донбасс и моя точка зрения такого что мы должны не то чтобы идеальным но по моему самым компромиссным приемлемым вариантом будет пойти все забрать до мелитополя всю херсонскую всю запорожскую область короче говоря проще нужно вернуться к состоянию 23 февраля 2022 года минус мариуполь я считаю за мариуполь сражаться не надо там остался один сплошной русский мир там руины крым это просто территория которая не стоит того чтобы за нее погибали десятки а может быть сотни тысяч украинских людей а по настрою зеленского и так понимают готовы воевать еще и 5 и 10 лет вы сядьте посчитайте потери ведь потери нам никто настоящее не говорит но я могу вам сказать что они уже более 100 тысяч человек в бахмуте каждый день трехзначное количество наших пацанов погибает сша или израиль давно бы уже с бахмута вышли и мое мнение 6 бахмута нужно выходить это никакое не поражение это стратегическое отступление что вполне нормально для абсолютно любой войны если мы конечно цивилизованная страна и у нас во главе угла жизнь наших людей но я сейчас то что я вижу я понимаю что все далеко не так и как бы мне это страшно не было признавать но очень многим в высших эшелонах нашей власти к сожалению не только в политическом но и военном руководстве эта война просто-напросто выгодна об этом дальше моем видео заканчивая мою мысль вы можете себе честно ответить на такой вопрос мы пошли забрали крым допустим военным путем пошли забрали донбасс вы как считаете путин поднимет руки скажет я сдаюсь выйдет к россиянам скажет россияне нас победили человек с ядерным оружием человек который полностью сошел с ума у которого нет ничего святого которому чуждо все человеческое и для которого самое главное жизнь человека вообще ничего не значит то что сейчас вижу по зеленскому он полностью копирует это поведение но в путин не скрывает что он просто законченный маньяк а зеленский скрывается под оберткой великого демократа что на самом деле полное вранье я вам сейчас это докажу недавно скандал с резниковым кто не видел зайдите посмотрите я делал отдельное видео с резниковым и закупками минобороны кто-то из вас верит что министр обороны мог не знать о контракте на 13 миллиардов гривен друзья мы вы понимаете что такое 13 миллиардов гривен это 300 миллионов долларов вы считаете что министр не знал об этих закупках первая реакция министра я напоминаю мы найдем того кто следует информацию и жестко накажем потом пять раз менялись версии знаете что сегодня произошло а сегодня наши власти просто перестали скрывать что на самом-то деле они здесь строят ту же самую россию которую построил у себя путин журналист который этот контракт рассекретил и в прессу бросил всю эту информацию о коррупционных закупках минобороны написал что после этого всего минобороны засекретила всю информацию о закупках вплоть до того что командиры частей теперь не буду знать что и почем закупаются продукты все остальное в россии сделано было еще год назад ровно то же самое найдите 10 отличий выпускает сообщение разведка гурмо украины вы представляете что вообще вдумайтесь еще раз подчеркиваю многие недопонимают в серьезность такой спецслужбы она публикует что уважаемые украинцы в ближайшее время готовьтесь будет и псо фильтруйте информацию если кто-то будет говорить что пытаться дискредитировать резникова и главное ермака это все негодяи все на россию работают не теми же трюками пользуется путин это же у них принцип кто не с нами тот против нас ты не за россию ты наш враг и эти теперь делают точно так же то есть они меня допустим приравнивают какому-то российскому пропагандону на что я могу сделать заявление давайте сядем на детектор лжи и посмотрим кто за кого например я сажусь на детектор в прямом эфире и ермак у лучших специалистов в мире приезжай сюда в америку пусть кайбуданов сядет расскажет с кем он дом свой делил давайте только под детектор кто с кем там контактировал с какими спецслужбами и все сразу станет на свои места и резникова на детектор давайте посадим и пусть скажет знал он об этих закупках или не знал коррупционные это закупки или нет и потом будем разговаривать и рассказывать кто и псо и кто агент кремля а кто за украину только за нашу украину не за украину вот этих хопух несчастных идем дальше многих моих подписчиков которые знают моя аудитория знаю что я трампист что я выступаю за трампа считаю что это пока мире иван маск и трамп два человека которые могут мир еще пока могут повернуть в нужное русло потому что все катится далеко не туда куда нужно он своей соцсети написал пост значит который выглядит так сначала танки потом ядерное оружие надо заканчивать ту безумную войну ведь это так просто скажите пожалуйста что здесь неправильно ведь я говорю это я не после трампа говорил посмотрите мои стримы посмотрите мои видео я уже три месяца говорю о том что войну нужно заканчивать это просто очевидно что эта война дальше приведет не только украину россия меня не интересует меня интересует моя страна не только украину приведет в к чему-то очень плохому а уже хуже представить сложно, но оказывается можно. Но и весь мир. По причине, по которой я вам назвал три минуты раньше. У нас нет ядерного оружия. У нас вообще ничего, к сожалению, нет. По результату правления Порошенок, Зеленских, Ющенков, про таких мразей, как Янукович, я вообще молчу. Кучма, этот Кравчук, который сдал ядерку и заложил фундамент всему этому бедламу, который происходит. Чем собрались побеждать и главное зачем? Еще раз повторяю, чтобы Ермак, Кирилл Тимошенко в Крыму потом дачи строили? Или чтобы Ермак занимался восстановлением Донбасса потом? Вы понимаете, да, как они будут заниматься? Они будут все делать так, как они и продукты для пацанов в окопах закупают. Втридорого. Вот для чего им нужно это все. Потому что потом нужно восстанавливать, можно у всего мира просить бабки и главное этими деньгами распоряжаться. Потому что вы не думайте, что можно все прям к доллару проконтролировать. Это такие опытные хапуги, которые вам нарисуют все, что угодно. И к сожалению, многие наивные американцы продолжают в это верить. Поэтому вы когда читаете украинскую прессу, она вам трактует Трампа, она всегда его демонизирует. На самом деле все не так плохо. Для этого нужно просто прагматично сесть и подумать. Но конечно же Трамп очень плохой. Но только надо зайти и почитать, поинтересоваться, сколько сделал Трамп для Украины. Зачем? Многие делают. Знаете, кто так делают? Например, поклонники Швейца. Я получил громадную отписку за Швейца. И слава Богу, мне не нужно быдло. И они работают для быдла. Если вы КГБшнику вонючему верите больше, чем патриоту Украины, которому пришлось сбежать от этой власти. А этого еще многого не знаете. А я знаю. И придет время расскажу. То, о чем можно с такими людьми говорить. Значит, вы заслуживаете все то, что происходит. И вы это в том числе и привели в нашу страну. И тут же Ермак дал интервью журналу Форбс. Я хочу вам некоторые очень быстро выдержки прочитать. И вы поймете, что на самом-то деле сейчас государственная политика на 180 градусов развернулась. И они поняли, где они допустили ошибку. Они поняли, что мы были слишком мягкими. Сейчас мы вам сделаем. Вот послушайте. Вы же знаете так же, что я сторонник Ленд-Лиза. И вот журналист задает Ермаку вопрос про Ленд-Лиз. Я убежден, для чего такие интервью делаются. И понятное дело, что Ермак перед интервью весь список вопросов получил, отредактировал. И вполне возможно, что он сел там и вопросы, и ответы заранее были написаны, пофотографировались, на сайт выставили. Я убежден. Ну, скорее всего, это было так, на мой взгляд. Но журналисты его спрашивают про Ленд-Лиз. Вот послушайте. Если закинчивать про поставки зброи, что с американским Ленд-Лизом? Чему он так и не запрацювал? Він есть, и он обовязково запрацюет. Но Ленд-Лиз – не бесплатная допомога. Сьогодні все, что отримаем, мы отримаем как допомогу. Треба еще не забывайте про экономику. Сьогодні 11 месяц войны, но экономика працюет, держава сплачивает пенсии и заработные платы. Масованные ракетные удары по энергетической инфраструктуре нас не зупинили. Усе ремонтуются и восстановятся. Скажи отверто, что у святы очень мало стран, которые протримались в такой войне 11 месяцев. Это еще одна знака нашей силы. Чему в нас вирят, чему в нас инвестуют сегодня, бачать нас лидеры региона в будущем. Вы можете назвать термины, когда мы начнем использовать Ленд-Лизный механизм? Как только мы будем понимать, что он нам нужен, это и виправдано, он запрацюет. Нема никаких запрещенников и никаких перепон, чтобы его использовать. А то, что люди пачками наши погибают в Бахмуте, это тебе не повод Ленд-Лиз использовать? Так он пошел дальше, он теперь Маркарову нахваливает. Да, все, кто в Киеве занимались бизнесом, и все, кто так чуть-чуть понимают, что там происходит, и знают, да, многое, знают, что нам Маркарове клема нигде ставить. Но это явно человек Ермака, который засунул ее в Америку. Работает колоссальная схема, и работает она, на мой взгляд, повторяюсь, не без участия российских спецслужб. То есть пусть люди погибают, а мы хотим, как его подопечный Арестович говорил, шару, шару, пока шару дают, надо шару брать. Вместо того, чтобы взять по Ленд-Лизу и развалить, сделать все, что нам нужно на поле боя, да пусть погибают люди, пусть Запад нам даст денег. Тут он рассказывает, что Украина лидер региона оказывается, оказывается, у нас инвестируют. Вы о таком слышали? Я о таком не слышал. И вообще у нас экономика еще работает. Какая экономика работает? Когда вы уже просите финансовый Рамштайн создать, потому что денег нет совсем. И Украина сегодня существует только благодаря Америке. И подчеркиваю, сотый раз повторюсь, слава Богу, что нам дают и оружие и деньги. Иначе уже бы все остановилось полностью государство. Потому что вы планомерно со своим Гетьманцевым, который, еще раз напоминаю, 8 лет работал правой рукой и помощником признанного Госдепартаментом США, агентом ФСБ Севковича, депутата от партии региона. Вот с кем вы экономик устроили, которой на самом деле нету. И еще раз говорю, если бы не западные дотации, не было бы уже сегодня Украины. А вот это рыло, как всегда, всех за дурочков держит, выходит и сказки рассказывает. Это все отношение к вам. Потому что вы романтизировали войну очень многие. И вы хотите уже на Москву идти. Но вы не задаете вопрос, а чем? И вы не задаете вопрос, а это стоит и надо жизни украинцев? Трагедия уже произошла. И она может стать еще хуже. Хотя, честно вам скажу, это уже тяжело представить, но это возможно. Ну и дальше Ермак. Это я же понял, почему в один день все это выпускается. Все эти пресс-релизы ГУРМО, вот эти засекречения Минобороны. Вот что говорит Ермак в этом же интервью. Все, кто сегодня занимается выключено внутрешнюю политику, це люди, які діють не в інтересах нашей державы. Наша единиць є дуже сильною нашою зброєю. Лично мне нужна независимая сильная Украина, богатая, с счастливыми людьми. А с тобой мне не надо никакая единиць. Потому что до тебя еще дойдет все. И тобой уже занимаются. И посмотришь, что будет дальше. Ты не будешь решать, кто там за что, и ставить ярлык на людях. Мафиозный принцип свой использовать. Кто не с нами, тот против нас. Это для быдла, для лохов. И вам, люди, говорю, не вздумайте купиться на вот это все. Продолжайте критически мыслить, продолжайте копать. Потому что если бы вот это вот с Минобороны не всплыло, вы же не думаете, надеюсь, не настолько наивно, чтобы думать, что это один контракт коррупционный. Это только Минобороны и только лишь один контракт. А сколько гостендеров сейчас происходит, вы, наверное, многие просто не понимаете, какое Пилилова идет. А многие, наверное, до сих пор в сказках про гуманитарную помощь. Если бы вы это знали, вы бы сошли с ума, в прямом смысле этого слова. А он нам рассказывает про какую-то единиць. Тот человек, который Зеленскому надиктовывает разную дичь, про назначение судей, про НАБУ, про САП, про все остальное. Так расскажи, почему твоего заместителя Кирилла Тимошенко тогда поперли. Ну, показательно, понятно, тоже для быдла. Вы хотели, вы получили. Об этом на стриме поговорим. Зеленскому же главное шо? Чтобы его хвалили. У него же нет никакой концепции. Люди недовольны, давай его уволим. О, какая радость, уволили Кирилла Тимошенко. И опоставили Кулебу, который тоже человек Ермака преданный. На котором тоже клейма негде ставить, когда копнуть его биографию. Вам это должно быть интересно, вы должны это знать. Посмотрите, что происходит с вручением повесток. Это результат вот этого всего, что надо воевать до победного конца. Так и я за то, чтобы воевать до победного конца. Но этот победный конец есть реалистичный, с минимальным количеством жертв. А я глубоко, повторяю, изучаю то, как воевали и воюют, и в принципе, других армий, передовых армий. Посмотрите, вот я сейчас снимаю этот ролик. Час назад сообщение, что очередной теракт в Иерусалиме эти сволочи сделали. И в Израиле, между Палестиной и Израилем, постоянно происходят какие-то столкновения, обострение ситуаций. У Израиля есть все возможности, чтобы вот так этот вопрос решить. Но они так не делают. Не только потому, что окружены в кольце врагов, и много проблем может начаться, очень большая война. Они людей считают. Они, проводя любую спецоперацию, садятся и считают свои потери. Да, есть желание отомстить, есть принципы. Но там есть специальные группы, есть МОСАД, есть другие службы военные, которые тихонечко, небольшой группой в 10-20 человек, потом по-тихому сделают свои дела. А не попрут на амбразуру. Это при том, что у них есть оружие, и есть полная поддержка США, и бабки есть. Не попрут на амбразуру, чтобы потерять кучу своих людей. А понимание Зеленского и Ермака нужно делать только так. Ленд-лист, когда понадобится. Я уже сейчас не хочу поднимать тему, касательно Ермака, что творит его кун Тищенко. Потому что это все смешно, и я другого ничего не ждал. Это каким нужно быть безмозгом? Там мозга, там одна извилина, и та ниже спины у этого Тищенко. Ты пишешь пост, что нужно принять такие изменения, чтобы депутаты могли воевать, хотя если немножко копнуть дальше, то надо понимать, что законопроектом ты такого не разрешишь. Для этого надо менять Конституцию. Но Коля ж дурачок. А оказалось, что пишет он это из Таиланда, и уже месяц находится в Таиланде. И выехал он туда, судя по всем сообщениям, что Стефанчук ему не давал никакого официального разрешения нелегально. Это кун Ермака, это ближайший человек. И они сейчас, конечно же, показательную порку ему устроят. А Коля плевать на это. Потому что с этой должности он придет на другую, и мандат он не сдаст. Его выгонят с партии, с фракции, но он по-прежнему народный депутат Украины. И еще раз говорю, нет, так другую должность получит. Проблем нет. То, что кого-то уволили, он всплывет через месяц-два, когда вы уже об этом забудете, на другой должности, не менее хлебной. Там все отлично. А пусть им сейчас связь с криминалом. Кто этим криминалом когда-то в Украине занимался? Когда все министры МВД без исключения были с ними в завязках, деньги вместе зарабатывали. И про это, и про Елену Кравец, которая на спонсированном из госбюджета канале ДОМ получила контракт почти на миллион долларов для своей передачи. Это случайно, наверное. И даже тендер какой-то провели. Наверное, Юзик был вторым конкурентом. С госбюджета, который формируется за счет украинских сейчас и американских налогоплательщиков. Взяли Елену Кравец, подруге Зеленского, контракт на миллион долларов. Очень неплохо. Очень неплохо получается. Без меня меня женили. За наши бабки решили уже что-то делать вместо нас. Так что они здесь строят? Это тот оплот демократии, про который они рассказывают. Это все фейк и порожняк. И если им позволить, а они сейчас зажмут тактиски, мой канал они в Украине запретят. Только по VPN скоро будете смотреть. Всех, кто не надо, объявят агентами Кремля. Сами некоторые из них. Подпотомок обязательно вскроется. Доказано, вернее, уже вскрылось. Будет доказано, что работают на Кремль. И эти люди учат нас жить. И вы им верите? Если вы сейчас не сделаете для себя выводы, уважаемые друзья, я не знаю, что будет с Украиной. С той Украиной, которую мы с вами хотим видеть, независимой, ни дай бог от Путина, ни от такой мрази. Потому что победа тоже может быть разной. Победа может быть такой, после которой гражданская война начнется, не дай бог. Победа может быть такой, как мы вернемся в состояние 23 февраля, когда Ермак будет просто уже вообще все решать в этой стране. Только уже без свободы слова. Они уже и к этому ведут, принят закон о медиа. Просто об этом вам не говорят. Президент выходит и каждый вечер, я говорю, зачитывается своего, я говорю, видите, я импровизирую, у меня только есть план на видео. А он с суфлерчика вышел, зачитал то, что вы прочитали каждый на своем сайте или телеграм-канале. Концепции нет никакой. Концепция это Коля Тищенко, Лена Кровец, Арахамия, Криминал, вот это вот все. И люди Ермака, конечно же, повсюду. Вот вам и вся концепция. Мафиозная структура чисто во главе Украины. И там еще доберемся до оппонентов. Петя, есть у меня информация, плохая для сторонников Порошенко. Так что забудьте, ищите себе нового кумира. И Леса Куганчаренко надо искать уже нового босса, тому тоже не привыкать. Вот хотите в этой каше и дальше вариться. Вова, Петя, Юля, все одно и то же. Та из Дубая, патриотка, великий герой Миша Ткач, который все это разоблачает. Они так радуются, что кого-то там поувольняли. Так такое было, такое будет всегда. Да, причины вам никто не рассказывает. Несколько человек на Ютубе, безусловно, в число которых и я ухожу. Ладно, так можно час сидеть и разговаривать. Я вас жду на стриме в воскресенье 20.00 по киевскому времени. Готовьте вопросы и поверьте, есть о чем поговорить. Неделя была мега насыщенной. Ну, я уже человек, привыкший ко всему, оказавшийся в политической эмиграции, по сути диссидент. И даже меня они до сих пор могут удивить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok